Всем привет! Нахожусь сейчас в Нью-Йорке и сейчас я уже в Вене, два месяца спустя. У меня возникло спонтанное желание дозаписать все-таки вопрос-ответ, который я начала снимать в Нью-Йорке, потому что недавно я виделась со своей подругой Аней, которая смотрит все мои видео, и у нее все равно остался вопрос, какие же у меня впечатления от Нью-Йорка, понравилось ли мне там. Поэтому этим видео я хочу подвести такую черту, итог, дать ответ на этот вопрос и парочку других. Как вы с Женей решили съехаться? Это произошло после Грузии практически, потому что мы там находились каждый день вместе, и когда мы приехали в Минск, первый день быть отдельно это было очень сложно, то есть я понимаю, что я не могу быть далеко от этого человека, тем более, что есть возможность жить вместе. После этого мы где-то пять дней жили вместе, а после моей поездки в Лондон как-то само собой получилось, что мы стали жить семь дней в неделю вместе. Не было на самом деле момента, когда я сказала, Женя, переезжай, или Женя такой, может быть, съедемся? Как-то само собой. Твое экранное время в настройках телефона? Пытаюсь открыть. За последние семь дней 4 часа 4 минуты в день. Больше всего в Телеграме, в Инстаграме и в карте, потому что я в Новом Городе. Но на самом деле статистика экранного времени на телефоне ни о чем не говорит, потому что есть еще компьютер, и в обычной жизни я, например, гораздо больше времени провожу за компьютером, чем в телефоне. Я не знаю, сколько не в путешествиях у меня время в телефоне, может, 3 часа где-нибудь так. Но это все равно пугает, потому что 4 часа в день вот так вот смотреть в экран, пускай в разное время, это боль. Особенно, когда едешь в метро или где-то сидишь в кафе и видишь, как все пялятся в телефон. Это еще больше уже сайт, потому что все как такие зомби, просто горбатые. И все в телефоне, они на людей. Печально. Как проводить меньше времени в телефоне? Есть несколько лайфхаков. Первый, убирать его как можно дальше, просто реально из глаз долой, там, в полку, в шкаф. Просто забывать о нем, тогда не будешь там постоянно проверять что-то, не знаю, что-то делать в нем. Держать при себе книгу, чтобы не лезть в телефон за какой-то информацией и развлечением, а вот, например, читать. Следующий лайфхак это не иметь интернета на телефоне, и когда я вот где-то гуляю без интернета, то я гораздо меньше беру телефон в руки, потому что без интернета там, ну, не так много чего поделать, чем когда есть интернет. Я хотела для себя сделать такой эксперимент, походить с кнопочным телефоном, чтобы у меня там все, что меня интересовало, это сообщения и звонки, и больше ничего. Это, мне кажется, хорошая практика, чтобы как-то отучиться от вот таких телефонов. Твое любимое место в Нью-Йорке. Мне очень понравился Central Park, самое банальное, что я могла сейчас сказать, но он действительно крутой, потому что, когда ты туда заходишь, ты чувствуешь вот этот огромный контраст между городом и какой-то природой, и когда ты сидишь на камушках и смотришь на небоскребы, ну, от этого елка и сердце. Все разы я была там с Аней, поэтому особенно какое-то теплое место для меня в Нью-Йорке. Еще мне понравилась кофейня, которая находится в Бруклине. Прекрасное место, и мне действительно хочется туда вернуться. Бруклинский мост утром, когда там не очень много людей. Мне всегда нравился этот мост по фотографиям, и вживую он такой же прекрасный, когда ты идешь и смотришь на вот эту идеальную симметрию. Красивый. Еще одно особенное место, это набережная внизу Манхэттена, по которой я бегала, потому что, наверное, я была там много раз, и, соответственно, это какое-то близкое место, которое еще находилось рядом с домом, то есть оно особенное. Еще мне очень понравился вокзал Grand Central, потому что он какой-то невероятной красоты, и вот знаете, как в фильмах он красиво выглядит, так же и в жизни он ни капли не разочаровал. Это то место, где ты любишь то, что много людей там. Делаешь ли упражнения по утрам? Нет, я не делаю, потому что летом я всегда бегаю, и мне этого достаточно. Обычно упражнения я обычно начинаю делать где-то в ноябре до марта, потому что мне не хватает физической активности. В моих упражнениях и даже том же беге есть некая хитрость, которая очень мне подходит. Мне не нужно тратить деньги на то, чтобы сделать упражнения дома или выйти на стадион или куда-то побегать, и мне не нужно ехать в определенное место. И это идеально, потому что нет вот этих каких-то барьеров, чтобы выйти побегать или сделать упражнения, сделать какую-то физическую нагрузку, потому что, опять же, не нужно тратить час на дорогу куда-то и не нужно тратить свои деньги. При этом я знаю, что не каждому человеку подходит бег, и не нужно себя заставлять бегать, если вам это не нравится, только потому что все блогеры бегают, все звезды бегают, я не знаю, кто-то там бегает или даже ваш друг. Это не обязательно подойдет вам. Зачем курсы, если есть интернет? В интернете очень много воды, очень много мусора, и чтобы найти какую-то полезную информацию, нужно много-много часов потратить. А когда ты идешь на курсы, там уже человек, который создал курсы, он потратил много времени, чтобы тебе все это компактно преподнести. Также на курсах вы находите людей из этой сферы, вы получаете как от них какую-то критику, так и от преподавателей. У вас появляются связи в этой сфере, тут воду сливают. Что заинтересовало больше, пре или пост-продакшн? Это очень сложный вопрос, потому что я люблю монтировать, если материал крутой. То есть мне нравится пост-продакшн, но я не очень люблю делать анимацию, всякие какие-то эффекты, со звуком работать. Частично люблю пост-продакшн, но в целом больше всего мне нравится сам процесс съемки. То есть когда есть камера у меня в руке, и я руковожу процессом, выбираю ракурс, и вот все такое. То есть продакшн, наверное, даже не пре и не пост, а вот именно сам процесс. Ты была в Лондоне, а сейчас в Нью-Йорке. Какой город тебе понравился больше? Это очень сложный вопрос, и я не могу сказать ни про один город, что я влюбилась, невероятно хочу там, не знаю, жить, работать и быть. Очень смешанные чувства. Однозначно Лондон мне понравился больше для жизни, и он какой-то все равно более спокойный, несмотря на то, что он достаточно такой мегаполис большой. Нью-Йорк больше подходит для работы, но в обоих городах всю жизнь я однозначно не хотела бы жить. В Лондоне, в Париже и в Нью-Йорке я была одна, и эти путешествия чем-то похожи, потому что когда ты путешествуешь с кем-то, у тебя совершенно другие впечатления, и они больше повязаны на том, с кем ты едешь, с кем ты создаешь воспоминания. Соответственно, из этих трех городов, которые, может быть, бессмысленно сравнивать, но я сравнивала свои ощущения внутри, и мне кажется, Париж мне ближе всего. Начинается легкий дождик, надеюсь, он не превратится в ливень, потому что тогда мне надо сворачиваться. Что понравилось и не понравилось Нью-Йорке? Мне понравилось мусор. Как он может нравиться, не знаю. Частый неприятный запах, гонь, попрошайки, психи, шум. Больше всего мне не понравилась одноразовость этого города. Я имею в виду посуду, которой нет, которая одноразовая. Какое-то все вот пластиковое. Это не самая приятная часть, тем более, что меня эта тема волнует. И я, в принципе, понимаю, почему так, потому что здесь очень много туристов, и, в принципе, люди приезжают в основном работать, и они все заняты, и мне до того, чтобы, не знаю, готовить, мыть посуду за собой. Поэтому все заведения как бы отражают вот этот образ жизни в этом городе. Но это мне не близко. Цены, они высокие. Что понравилось? Мне понравился ритм города, и мне кажется, это реально очень крутое место для работы, потому что здесь тебе все время хочется двигаться вперед, потому что сам город тебя двигает. Еда. Здесь действительно вкусно, и здоровый, и нездоровый фастфуд. Мне все очень понравилось. Не было ни одного раза, чтобы я осталась недовольной едой. И здесь есть все кухни мира, и это очень здорово. Дождь, черт возьми! Люди, которые достаточно отзывчивые, приветливые, и делают комплименты другим людям на улицах. Это очень круто, когда ты идешь и слышишь, как женщина проходит и говорит «nice hat», и в ответ ей улыбка. Конечно же, небоскребы. Понравилось, что в Нью-Йорке много национальностей, которые уживаются рядом, и все привносят в этот город что-то свое. Также свобода людей, которая ощущается везде, но лично для меня наибольший контраст — это метро, когда я вижу, что молодой парень может читать рэп, стоять, второй — танцевать, причем нормально так двигаться, что-то под нос себе бубнить. И я не про психов, а про обычных людей, которые просто что-то сами себе там говорят. И сравнить, допустим, Минское метро, где все сидят, молчат, и лишь бы кто-то на них что-то лишнего не подумал. Вот эта свобода действий, не париться, что о тебе там люди думают, вот это я очень полюбила, и, в принципе, люблю в разных городах это подмечать. И самый главный вопрос — понравился ли мне Нью-Йорк? Первые дни мне было тяжело, непривычно и не нравилось. Я чувствовала, как мои ожидания и реальность столкнулись в лоб-в-лоб, лоб-в-лоб. На пятый-шестый день я начала немного привыкать и уже наслаждаться вот этим движением города. Не про каждый город можно сказать, что у него есть какой-то собственный ритм, но в Нью-Йорке, хоть я это сама часто слышала, это как-то звучит банально, но в нем реально есть свой ритм, очень быстрый, и когда ты там находишься, ты начинаешь ему... ты хочешь ему соответствовать, ты хочешь идти куда-то, быстрее идти куда-то, делать что-то. Интересные чувства, потому что, если сравнить с Европой, вот сейчас, находясь в Вене и в Берлине до этого, там все такое медленное, люди расслабленные, совсем-совсем другое ощущение в городе. Мне как раз-таки ближе вот этот быстрый ритм, какая-то, может, даже хаотичность в городе. Мне нравится быть в таком. Раньше я мечтала пожить, точнее, поработать в этом городе, и желание осталось. Соответственно, город мне понравился, и я хочу туда вернуться. Обязательно вернусь, но с более четкими целями. То есть я не хочу туда приезжать как турист и как-то отдыхать. Вот город этому не способствует. Я себя чувствовала довольно напряженно в нем, то есть не могу я там расслабиться. Но при этом мне хочется там что-то делать, поэтому я надеюсь, что это когда-нибудь произойдет. Если вы были в этом городе, напишите свои впечатления в комментариях. А если вы там живете, напишите мне, почему вы переехали туда, почему захотели остаться. Мне будет интересно почитать. Это все. Мне очень хотелось подвести какой-то итог своей поездки в Нью-Йорк и сказать это на камеру, рассказать это вам. Поэтому надеюсь, что временной разрыв в данном случае не сильно важен. Спасибо большое за просмотр и пока! Я сейчас пыталась понять, что хуже. Обрезать букву Н в слове, фразе Нью-Йорк или вот этот вот мусорный черный мешок. После Лиссабона, когда был сильный ветер, у меня упала камера из-за ветра. Даже когда дует маленький ветер, я теперь боюсь, что она тоже грохнется. А тут еще и с крыши было падать. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...